Во Владивостоке наградили победителей и призёров первого краевого фестиваля «Игры ГТО» среди команд муниципальных образований региона. В соревнованиях участвовали представители из девяти городов и районов края. Участников с открытием фестиваля поздравил заместитель министра физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Граф, который отметил, что Всероссийское физкультурно-спортивное движение ГТО насчитывает уже более девяти десятилетий развития. И за всю его историю нормативы комплекса выполнили миллионы физкультурников. ГТО насчитывает уже более девяти десятилетий. И за этот период прошло миллионы физкультурников. Чтобы идти в ногу со временем, внедряются новые форматы. Этот фестиваль будет проходить впервые по программе «Игры ГТО». Такой формат в сентябре этого года впервые был представлен на Восточном экономическом форуме. Я уверен, что этот фестиваль станет сегодня настоящим спортивным праздником и подарит много ярких впечатлений. Более того, он обязательно скажется положительно на жителей нашего края. И еще больше граждан будут заниматься систематически спортом. По итогам фестиваля в командном зачете третье место заняла сборная Владивостока. На втором месте команда спортивного клуба «Лидер из находки», которая всего три балла уступила команде «Уссурийска», занявшей первое место. Уссурийцы помимо золотых медалей получили еще и путевку на всероссийский финал фестиваля ГТО, который пройдет в декабре в Самаре, и где им предстоит защищать честь Приморского края. Продолжение следует...